здравствуйте дорогие мои друзья опять в сибири горят леса красноярский край бурятия иркутская область опять пожары опять в труднодоступных областях то есть тушить там его не будут ну в бурятии самолет прилетел один и начинает вот делать эти вбросы воды но явно это недостаточно в прошлом году ужасные пожары и сейчас скажете случайно это обычная жара грозы молнии все горит от природных воздействий так не горит вывозится леса выжигаются специально специально поджигаются как и в прошлом году чтобы потом продать этот лес по дешевке в китай контрабандным образом хотя как можно лес продавать контрабандой когда на границе стоят войска пограничные фсб стоит на границе это вам не не знаю там проглотить бриллианты или засунуть их куда-то или там что-то такое ну пусть даже не бриллианты какие-то иконы или картины контрабандой ладно там в чемодане в каком-то в бензобаке машины где-то там второе дно можно провести но лес огромными объемами продавать в черную как это возможно это при условии того что только вот сами вот эти пограничные войска и торгуют там таможни пограничники прямо открывают коридоры провози все что хочешь но фиг бы с них с с этими вот их с этой продажностью и и корыстью но лес то лес сибирский звери птицы наводнение же опять начнутся и не тушат они и не и поджигают сами и вот эти каждый раз вот эти природные катастрофы разлив топлива в одном месте в другом месте в одном месте мы знаем катастрофический хотя сейчас об этом молчок уже все все решили ну там потанин этот мерзавец расплатиться деньгами огромными деньгами но что толку то от этого ты эти деньги посаде что ли выпустишь вместо рыбы эти деньги куда ты их денешь эти деньги эти деньги просто возьмет себе государство и также сопрет их с помощью своих вот этих доброго слова нету деньги уже не решат проблему потому что никто не будет сделают какие-то формальные мероприятия якобы способствующие восстановлению природы и не более того а все это будет разрушена опять в якутии раза разлив топлива серия техногенных катастроф продолжается теперь еще и пожары сибирские скажите ежегодно мы далеко мы здесь сидим к примеру в москве и подмосковье нам плевать да здесь же то же самое происходит то же самое в шатурском роли и районе токсичные отходы сливают просто в болото мы просто это не видим не чувством только когда в массовом порядке люди болеют заболевают онкологии дыхательными но болезнями дыхательной сердечно-сосудистой системы полны вот эти диспансеры онкологически пальны полны больными еще почище чем вот это их эпидемия якобы которые они так упорно и успешно борется и побеждают ни с чем они упорно бороться не могут потому что они не умеют этого делать не осталось профессионалов не знаю наверно в мчс тоже уже не умеют тушить не умеют останавливать ни пожара него не наводнение это невозможно скорее всего природа бунтует против этой мерзости непрофессионализма потому что нет образования есть только отчеты множество отчетов которые дают эти люди что все в порядке мы готовы мы готовы пошлем один самолет один самолет по он будет тушить всю сибирь чем там потушить где войска мчс где армия нет а фсбшники продают лес тут нормально нормально ловят шпионов продают вы поймайте тех кто поджигает если это не вы сами поймайте и все не будет пожаров хотя бы хотя бы таких человек сделанных человеком ладно вы все сваливаете на молнии и погоду молнии с погодой договоритесь выпустите шамана и погода сразу станет лучше в этом я точно уверен определенным образом вас вас духи не отпустят не отпустит и пока вас защищают может быть там погоны и чины якобы защищают на самом деле на вас стоят несмываемые печати которые будут тянуть вас и в любой момент вы каждый из вас может оказаться уже не очень хороших местах там где нету удостоверений и вот этой мнимой власти которые вы думаете она вас греет и спасает и кормит нет родину надо свою любить природу любить договариваться с ней не жить паразитами не уничтожать все подряд просто выжигать все все целиком они это делают и вот опять пожары пожар же это не только не только растения которые растут это только губернатор там вот этот вот ус говорит что только лучше выжигаешь там лет через пять пятьдесят вырастет нормальный хороший строевой лес через 50 лет только лучше только здоровее будет пусть он себе дачу свою подожжет или квартиру чтобы потом еще лучше и здоровее построить но у него на это средство есть поэтому наверное он может так судить старое сжигаем строим новое друзья мои непрофессионализм предательство интересов своей родины вот вот настоящие предатели предатель который прямо губят губят природу они уж все погубили промышленность природу образования людей вот уже губят людей вот такое же отношение как и да ерунда еще еще вырастут лет через 30 вырастут новые а этих можно под нож можно травить их можно не лечить можно не платить новые появятся они новые мы китайцев завезем но китайцы вас первых под нож пустят у них свои китайские вот эти большие боссы а слушаться вот этих белых обезьян как они вас называют они не будут тяжело друзья мои говорить о таких грустных вещах больше всего я переживаю за за тайгу за тайгу за животных и понимаю что это восстанавливаться будет долго и виновата в этом опять но опять в общем то мы с вами то власть который мы позволяем якобы власть который мы позволяем собой управлять мерзавцы бандиты мерзавцы и неумехи неумехи они не умеют ничего кроме сидеть с важной мордой и может денежки считать они еще умеют разве что все дорогие мои грустно пока